Далее детально проанализируем ситуацию на Авдеевском направлении. Конечно же, это еще одна сакральная цель кремлевских военных преступников. Соответственно, обстановка и тут накалена до предела. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселая, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Маринка и Новомихайловка в Донецкой области. И прямо сейчас вас ждет эксклюзивный и по-настоящему огненный материал с Авдеевского направления. Итак, у оккупантов минус три бронемашины пехоты, а также они могут забыть про свой танк. Под временно оккупированной Горловкой наши вооруженные силы остановили попытку прорыва врага. И, кстати говоря, украинские военные уничтожили не только российскую военную технику, а еще и два десятка солдат. Детальные расскажет и покажет Юлия Терриенко. Ну, отсюда километров шесть. А мы подъедем сильно ближе. Машина скачет по воронкам, которые образовались после артиллерийских обстрелов. Поломанные деревья и сплошные дыры в асфальте свидетельствуют о том, что этот путь в полной доступности вражеского огня. Что может натворить российское оружие, видно по развалинам зданий, в которых еще недавно жили люди. Это богатое было село. Видно, что неплохо люди жили. Три крупных, крупных, реально крупных артиллерий здесь было. Мы идем на позиции бойцов под постоянную канонаду на горизонте. Но на полпути понимаем. Приходы, так называют бойцы попадания вражеских снарядов, становятся все ближе. Нам советуют побыть в укрытии. Звуки взрывов. Вот снова такое впечатление, что все больше приближаются сюда. Хоть кроют соседнюю Авдеевку, но от этих звуков и взрывной волны просто содрогается земля даже здесь. Хорошо, что мы в надежном укрытии. Слава Украине. Героям слава. Что там, стреляют, да? Да-да, чуть-чуть, 10. Русня стреляет. Россияне стреляют. Во-первых, это авиация и вертолеты. Стреляют они очень часто минометами и градами. Стреляют они очень часто миномет и град. Только под землей чувствуешь себя в относительной безопасности. Бойцы стараются не покидать укрытие ни днем, ни ночью. Такая подземная жизнь у этого подразделения уже больше полугода. Холодно, холодно. Замученные мы уже тут. Эти ребята держат важнейший участок на поступах к пока что оккупированной горловке. Вокруг сплошные заминированные поля и наши позиции. Чтобы враг не прорвался в тыл украинской авгейки, тем более мобилизованных россиян, и здесь стало больше. По нашим источникам, они очень большое количество потерь личного состава несут. 200, 300, как они называют их. Да, те, кто воюют, они их называют, действительно называют их одноразовыми. Потому что так оно и есть, одноразовые. Им даже не оказывают никакой медицинской помощи. Прорвать линию обороны этих бойцов у россиян не вышло. Последний танковый штурм как раз на днях отбили пехотинцы. Вот эти сожженные бронемашины и танк пополнили статистику Генштаба об уничтоженной технике оккупантов. Специально сказали ударить около танка. Там где-то пехота. Нигде ее не видно, но где-то она есть. Армейцы нажгли столько техники оккупантов с помощью вот такого оружия, что его окажется настолько много. У вооруженных сил ордынское войско не рассчитывало. Это панцерфауст. Немецкий? Да, и очень-очень мощный. Бьет вражескую технику. Воружен технику. Вот и последствия его работы по вражеским танкам. Это оторванные башни и улетают они очень-очень далеко. Командир с позывным «Десант» хорошо знает врага. С ним воевал под Донецким аэропортом еще в 2014 году. Большую войну встретил за границей, но вернулся, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Теперь говорит дежавю, потому что воюет на том же участке фронта, что и 9 лет назад. Меня война встретила, когда я был в Бордо, во Франции. Никогда не думал, что я сюда еще раз приеду, в эти места. Очень знакомый. В этом укрытии, где мы пережидаем обстрелы рядом с оружием, детские рисунки. На каждом вера в украинских бойцов. Это очень мотивирует защищать свою землю, говорят солдаты. Потому что знают, что именно сейчас пришло время, чтобы закончить победой войну, которую враг начал, когда авторы этих рисунков только родились. Так, спасибо за просмотр!